Добрый вечер, дорогие друзья. Это Рубен Геней говорит, режиссер фильма. Я очень рад, что вы решили прийти на просмотр документального фильма «Андин. Исторические хроники об армянах на шелковом пути». Сейчас 4.15 утра, и я собираюсь рассказать короткую историю о том, как этот фильм был создан. Я должен сказать, что я никогда не интересовался этой частью армянской истории, а именно связи с Востоком. Но одновременно с этим у меня всегда оставалось странное ощущение, что наша история не так проста, что она намного интереснее и намного глубже, когда речь касалась шелкового пути вообще Востока. Тем более, многие из вас знают, что первая конституция Республики Армения была написана в Индии, и некоторые ученые между собой называют этот период эпохой армянского просвещения. Идея «Андина» пришла ко мне совершенно неожиданно. Еще в 2011 году, будучи в Шанхае, я посетил музей естественной истории. На втором этаже я случайно заметил выставку древних монет и решил посмотреть, что там. И я помню, что я был очень удивлен, увидев знакомые мне еще с детства со школьной скамьи монеты, которые я встречал еще в учебниках. Я был крайне удивлен, и просто меня растрогала эта тема. Мне хотелось понять, как и самое главное, почему эти монеты попали сюда, в Китай. Я должен также заметить, что эти монеты не были сюда привезены, а были найдены. И это стало стартовой точкой, когда идея сделать фильм «Андин. История армянских путешествий» возникла в моей голове. Мне понадобилось два года, чтобы изучить почти весь материал. Но еще тогда, на ранней стадии, я понял, что меня ждет колоссальная работа. Я начал изучать и начал работать над сценарием. И в течение полутора лет написал около 750 страниц текста. Это был огромный текст для подобного рода документальных фильмов. Поэтому мне пришлось почти половину изъять из окончательного сценария и сократить его до 250 страниц. Одновременно со сценарием я стал уже делать первые кадры. И одно из первых мест, куда я отправился, был знаменитый порт Шанхая. И говоря по правде, у меня не было разрешения даже делать там съемки. Поэтому первые съемки были сделаны в строгой секретности. И я должен сказать, что во время съемок мы сталкивались с различными трудностями. Например, в августе 2012 года в Индии, в Калькутте разразилась эпидемия Денге. И во время этой эпидемии мы потеряли одного члена нашей съемочной группы. Одним из моих принципов в качестве режиссера было желание показать историю Армении совершенно свежей, новой точки зрения. Таким, каким его никто никогда не видел. Например, во время съемок около Маты Надарана, знаменитого хранилища древних манускриптов, я использовал специальный широкий угол, чтобы получить абсолютно новый вид здания. Для других мест мы использовали летающие операторские дроны. И должен сказать, что в 2011 году мы были первыми, кто использовал летающие дроны. В то время никто не знал об этой технологии. Никто даже не слышал, что такое возможно. Другой аспект, который меня волновал, я хотел показать, как мало на самом деле нам известно о нашей собственной истории. Поэтому одним из проектов внутри самого фильма стала реконструкция трехмерном изображении одного из городов Древней Армении. И я хотел, чтобы им стал Двин. Почему Двин? Потому что он был одним из самых красивых городов, и чьи руины до сих пор стоят. Я также решил, что буду делать интервью с различными учеными по всему миру. К сожалению, из-за хронометража большинство интервью осталось за кадром. Одним из них оказалось интервью с Сусанной Мачкалян. Удивительная армянская женщина, которая родилась в Китае в 1949 году. Ее поразительная история, которая длилась почти три часа, к сожалению, в конечном варианте фильма полностью вышла из него. Я помню, как тяжело приходилось в моей съемочной группе в разных уголках света. Например, я помню в пустыне Такламакан, где особенно тяжелые условия. Потому что там не было абсолютно ничего. Ни дорог, ни троп. Ничего. Это была сплошная природная дикая местность. И в один из съемочных дней мы просто заблудились там. Я, мой оператор и мой второй ассистент, Лео Чуинзе, мы просто там заблудились. И хуже того, что мы забыли взять с собой воду. Мы оказались посреди пустыни, абсолютно без питьевой воды. Так получилось, что утром следующего дня мой оператор Джан Лин сказал, «Я вижу что-то в песках». И он стал откапывать то, что он видел. И в конечном итоге он откопал пакет, в котором находилась вода и пиво. Это было очень удивительно. Я сам мало верю в такие вещи, но сам Джан Лин, являясь буддистом, уверял нас, что сам великий Будда послал нам эту помощь в трудную минуту. Я помню выражение его лица, я помню, как он отреагировал на это. Это было одним из тех удивительных вещей, одним из многих удивительных вещей, которые произошли с нами во время съемок этого фильма. Вся общая работа над фильмом, от начала, когда вообще сама идея появилась в голове, до самого последнего момента, когда она наконец дошла до больших экранов, ушло семь долгих лет. Желаю приятного просмотра.